Вторая карта финала верхней сетки, Сайфер против Рейзи, Авокин. Инженер с турелью Сайфер, ударный рейнджер на рейзе. Мы готовы, поехали, ребятушки. Очень опасно. Красавчик. Уже решил рискнуть по максимуму Сайфер. Поставил очень много на это. Ай! Но рейзи тоже не лыком шит. Вы видите, как предусмотрел следующую ситуацию и сравнял щелки. От Сайфера это некий выпад был. Да, ребят, просто в них у Аркада уже пустился. Сейчас мига. Есть шансы. Есть шансы и красный забрать. Ух ты! Сотка прилетает красавчик Леха! И красный тут как тут. Рельса в порядке. Все есть. Вот она, Авокина. Ребята, уже в принципе можно запирать. Но рейзи такой хитрец. Все-таки стоял там, ребята. Он все-таки там стоял до конца. Леха кинул эту турельку, но не был готов, что она все-таки сработает. Надо было какой-то микромомент все-таки постоять. Я офигел. Какой же он хитрец. Только что об этом говорил. Красиво. Карающий шафт, я называю. Сайферовский, карающий шафт. Через рельсу заходит рейзи. Да, ребята, это пятый фраг. Две секунды до красного. Мало хп. Практически добил, но нет. Рейзи на шести хпах. Выбился вперед в этом файте и немного сокращает преимущество стайфера. По счету 5-3. Третья минута стартовала. Все очень активно происходит. Авокин. Аркадничает Леха. Тем самым как-то пытается поставить оппонентам в нелогкую ситуацию. Ребят, вот она хитрость. Понимал тайминг красного. Рейзи вместо... Вместо... Не вместо, а не только лишь желтый сожрал, ребята. Ну и красный за счет сферы. Вот это профит. Вот это профит. Красиво. Ситуация за ситуацией. Не удается именно обмануть рейзи. Только лишь реализация и силой настоящей убивается. Хорошо. Рейзь сейчас будет идти окрасным. Он лежит. Штрафует перед подъемом. С обмывения до рукоджампа услышал то, что оппонент находится на воде и не стал это делать. Реакция просто как у мангуста. Дерущегося с коброй. Мега появилась. Контроль сохраняя. Рейзи пытается подловить Сайфера еще один раз. Сайфер же мы находим... Как мы видим, находится в сейв-позиции. И сверху вниз начинает кайтер. Жестко летят ракеты. Но тут труба. Там еще находилась машинка. Заранее ее поставил Алексей. Ввиду того, чтобы рейзи, когда спланировал акцию атаки на верхнюю позицию, не имел столько много шансов. И именно машинка и настреляла некого... Отчасти разделил сознание Эдриана, да? На Сайфера и... Себя. Когда дерешься с двумя, ребят, мне кажется, это... Ну... Вообще не так, как с одним. Ну... Очевидно. Некой силой рейзи получается забрать красный. Чувствует, что оппонент все-таки находится там. Шаги его сложны. Но позиция на Меге уже сдана. Нужен стейк. Нужна позиция Сайфера. Явно не 150 на 150 драться. Ебать! Блин, ну... Рассчитывал все-таки, что красный немножко раньше, что ли, придет. Тем временем рейзи забирает свой четвертый фраг, но у Сайфера в загажнике еще парочка, как мы видим, неплохое подспорье. Их еще надо заработать. Не надо, пожалуйста. Слишком нечто, ну, да, очевидное, что ли. Прям с силой пытается выдавить. Обоюдный фраг, это лучшее, что могло произойти с рейзи. Кроме как... Рез прямо на... Появившемся основном айтеме. Лехе снова не повезло, его преимущество сократилось всего лишь до одного фрага. Эх, мега отошла рейзи в этом субурмой битве. И мне кажется, это тоже именно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Как же так? Главное не телетануть, сохранять спокойствие для Сайфера. Да только лишь равный счет. Заходим, добиваем! Да, красный твой. Красавчик, Леха, но... Погнал именно. Ты ко мне будешь лезть! Со стартовой машинкой пытается рейзи нанести и стартной. Ну, дамаг быстрый. Ебать. Есть тайминги у рейзи, и он сравнивает счет, ребят. Четыре минуты до конца, и интрига на колено просто до предела. Это возможный матч-поинт для рейзи в финале. В финале сетки Винерол. 1-0 на данный момент его пользу по картам. И, ух, это жестко. Его стэк говорит о том, что он должен прессинговать оппонента в Сайферже. Пытается собрать все пушки и найти хоть какую-то еще броню, кроме стартовой. Так. Настолько большой стэк, что Сайфер закрылся на шафте и решил даже не претендовать. Есть рельса у Сайфера. На джампад нельзя, конечно, подыматься. Будет закрывать рейнджер. У него есть сфера. Надо отходить снова. Эта вся акция была только лишь в... Только лишь для того, чтобы забрать рельсу. И, как мы видим, не оправдалось. На таком большом стэке остался рейзи. Ух, и еще сделал фраг преимущество. Находясь на контроле, на стэке. Да, ребята, кто здесь, батя? Именно Эдриан сейчас. Все мы знаем, что означает этот жест, да, ребят? Какой же просто тотальный контроль всех зон, ребят? И тайминги, и позиции, и дамаги, и скорости, решение ситуации. Еще, сука, повезло пару раз, тройку. Жесткий. Да, рейзи, ты жесткий. Кто будет спорить с тобой? Очень жесткий. Даже после ракеты в ружу остаешься жестким. Сайфер начинает отдаваться. Конечно же, дело в некомфильде. Конечно же, дело в некомфильде. Ни машинка, ни он сам с ракетой не позволяют. Рейзи в позиции выдает максимальный дамаг. Давайте посмотрим в проценты. Сейчас после этого файта ознакомимся. Что нам говорит? Сводная статистика. Покидает позицию на заем миги. Неужели Сайфер... Ай-яй-яй, вот это первая ошибка. А ну-ка, Леха, казни его за эту хрень. Жестко, давай. Мега через 2 секунды. Только лишь почувствовал возможность, что он заберет мигу до секунды, как мы видим, знает. Тайминг-гайд има в рейзи. Занял сейв-позицию, понимая, что нельзя драться за красный. Нельзя. Не дает возможность противнику себя атаковать. Так, Сайфер разбивает 1 минута 4 фрага. Неужели это реально камбэк от Лехи Сайфера? Легендарнейший будет. Будет легендарнейший. Но нет. Подводит реализация на 27 миха паха рейнджер. Забирает свой 14 фраг. 40 секунд до конца, 5 фраг преимущества. Лехе надо тупо бежать вперед, дабы иметь хотя бы какой-то призрачный шанс камбэкнуть на 8. Решено, ребят, решено. Да, за такое время не отыграются данные счета. И в гранд-финал по верхней сетке. Переходит товарищ Рейзи. Леха Сайфер в финале верхней сетки с отсчетом 2-0. Сдает свои позиции и идет в сетку лузеров. Играть в финал сетки лузеров за второе-третье место. ГГС, ребята, прекрасный квейк. Мне этот Авокен кажется максимальным проявлением просто тотального контроля всех зон, на которую ты можешь влиять в квейке. Эта игра колоссальнейший скилл от Рейзи. Я даже не знаю, ну, жалко, что на турнире, наверное, нет Рафа. Возможно, он как-нибудь предоставил нечто тоже подобное. Леха очень сильно, очень амбициозно врывался, давал по щам, ввел даже, да? Но, сука, прямо любая возможность забрать айтем. Это сфера куда-то. Красный забрал мегу. Леха чуть-чуть на джампад подпрыгнул. Он даже не забивает. Он забирает айтем, потом добивает. Все вот как по книге. Да, ребят, ну тут ничего не попишешь. ГГС. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ